Всем привет, с вами Террион. Сегодня у нас на обзоре новая корейская MMORPG, которая называется Blood House. Разработчики нам обещают полную 3D графику, обзор камеры на 360 градусов, бои 30 на 30, великолепную боевую систему, кучу разных классов, которые можно комбинировать, и свободную экономическую систему, то есть свободную торговлю и торговлю любыми вещами. Всё начинается, как всегда, с выбора классов, у нас тут их всего 4, как ни странно. Это у нас здоровый мужик с огромным дрыном, женщина-магичка, ассасин тоже мужик, и маленькая девочка, баффер, скорее всего, баффер, саппорт, что-то в этом духе. Причём у каждого класса можно посмотреть скиллы, и можно посмотреть, видимо, подкласс или вторую профессию. Например, у мечника это у нас разные сильные удары, которые выглядят весьма неплохо. Даже вот такой вот большой дракон, который влетает в землю. Видимо, он может быть мечником-дамагером, или может быть саппортом-танком, что-то в этом духе. Скиллы отличаются по цвету и немножко по анимации. Так вот, у маленькой девочки это скиллы на хилл в первой профессии, видимо, как у саппорта, или как у баффера. Хилит, призывает мишку, который тоже хилит и баффает, и, видимо, скилл воскрешения. И есть скилл что-то типа тёмного жреца, который кидает снаряд, вызывает маленького синего дракончика, или накладывает какой-то баф и призывает валькирию. Итак, я всё-таки предлагаю взять огненного мага, он выглядит довольно симпатично. Ну что, по традиции это наш любимый ник Юрюкчучт. Кто не в курсе, это Терюн на русской раскладке клавиатуры. И вот мы и появились. У нас цифра 107, не знаю, что это за номер, может быть канал, может быть сервер. Давайте побегаем, посмотрим, что здесь вообще происходит. Ну, по графике всё попахивает где-нибудь 2008 или даже 2010 годом, но в целом не мерзко. Видны деревья, созданные из кусочков, видны квадратные кусты. В принципе, ну нормально. Как видите, никакой кастомизации персонажа нет, никакого выбора пола нет. Шёл 2020 год, а в игры это до сих пор не во все добавляют. Ладно, давайте побегаем по начальным квестам, всё здесь стандартно. Кликаете на квест, и она бежит разговаривать. Графика стоит максимальная, тут даже есть какой-то намёк на тени, на свет. Выглядит даже неплохо. О, наша первая бронька, которая никак на нас не отображается. Или отображается, сейчас узнаем. Ну всё, у нас есть посох, у нас есть лошадь, уже полуигры пройдены, считай. И тут есть цифры КБМ, которые аж на полукрана появляются. Первые квесты. Кстати, у нас открыты все скиллы. И, естественно, она автоматически всё это кастует. Мобы даже не пытаются нас атаковать. Мне порой кажется, что корейцы придумывают названия для своих MMORPG через какой-нибудь рандомайзер названий. Типа там Blood House, King Legend, там Legend of Blood, что-нибудь в этом духе. Так как у них игры выходит много, у них наверняка есть какой-нибудь генератор названий. Мне уже дали какие-то фиолетовые серёжки, какой-то фиолетовый напиток. И скачем на лошади дальше бить каких-то элементарий, которые нас даже не атакуют. Пока хардкор и не пахнет, но это только начало. Посмотрим, что будет дальше. Опыт так и сыпется. Мы уже девятый левел, между прочим. Надеюсь, в этой игре нету 500 левелов, а хотя бы всего 100 или там 70. Было бы неплохо. А то не люблю игры, где ты только начал играть, и у тебя уже 150 уровень. И есть какой-то базовый шмот уже. А ещё не люблю игры, которые играют со старта сами в себя, но тут походу именно тот случай. Хотя посмотрим, что будет дальше. Если на пвп-арене у нас живые люди, как нам обещали, и если всё придётся делать руками, то это хорошо. Так как это, скорее всего, игра про гринд, про квесты, так что пусть она на мобилках бегает сама. Но всё-таки хочется в основных местах, там в данжах, в аренах, всё-таки управлять персонажем руками. Надеюсь, у нас такая возможность будет. Как я вижу, анимация скиллов приятная. Эффекты не вызывают кровотечение из глаз, как в Black Desert, например, в Black Desert Mobile. Лично у меня. Но по графону всё довольно средненькое, но не отвратительно уж. Это уж точно. Скорее всего, она пойдёт на средних устройствах без проблем. Кстати, я не успел отвернуться, у нас уже 20 левел. Вы это заметили, да? Офигеть. Возможно, это игра про 500 уровней. Так, а что нам на почту пришло? А нихрена не пришло, ну и ладно. Слушайте, прогресс, шмотки, которые мы надеваем, отображаются на нас. У нас был до этого коричневый сет, а теперь зелёный. Прогресс. В такой игре с такой средней графикой отображение шмоток сделано, это приятно. Даже в топовых играх не всегда это встречается. Золото сыпется, опыт летит, и мы уже 26 уровень. Это что-то удивительное. Я давно не видел игр, где так можно быстро прокачиваться. Такое последний раз на моей памяти было в Mo Origin Online, по-моему, или Mo Origin называлась игра. Там ты только начал играть, а у тебя уже 150 уровень. И мне ещё тогда писали в комментариях, мол, типа, поиграю ещё там пару дней, там игра начинается после 300 уровня, а пока это всё разогрев. Ну, как бы, да, спасибо, обойдусь. В правом нижнем углу уже мигает предательская кнопочка с названием VIP, VIP-статус. Предлагает нам купить. За это нам дадут VIP-статус и какой-то модный костюм, сзади которого торчит, кажется, выхлопная труба. Не знаю, куда эту трубу вставила наша магичка, но, надеюсь, ей неплохо. Тут тоже тикает какой-то таймер, который предлагает нам закинуть немножко денег и получить убер-посох, какие-то банки, возможно, которые нас сразу поднимут до 70-го левела, и какие-то камни усиления. Да, покупаются они, конечно же, за первое пополнение, как видите. Донат в этой игре, естественно, присутствует, в какой игре-то нет доната. И цены тут в вонах, потому что всё-таки игра корейская. Люди есть, и, кстати, даже если я не буду кликать на кнопку прочитать, она будет сама всё делать. Видите, таймер в правом углу, он отсчитывает 5 секунд и продолжает сам активничать. То есть мы заходим в игру, нажимаем на главный квест и забываем про игру примерно там на пару часов. Идеально. Идеально для тех, кто не хочет играть, но хочет играть. Вот такой вот парадокс. Или хочет, но не может. Включил телефон, поставил там зарядку. Возвращаешься, у тебя там уже сто пятьсотый уровень, весь шмот собран, всё собрано. Даже шмот одевается автоматически. Сейчас вот хоба. И наделся. Плюс сразу БМ. Ну что, пока она всё проходит, давайте посмотрим все вкладки меню. Потому что она и без нас прекрасно справляется. Начнём, наверное, с этого сундука, который призывно горит красной точкой. Наверное, предлагает что-нибудь забрать, да. Нам предлагается первый вип за первый день входа в игру. Так, алмаз. Как раз таки полюбас донатный магазин, да. У нас продаются дальше разные банки разных рангов. Пока непонятно, что они делают. Но я не вижу, чтобы можно было купить шмот. Хотя, с другой стороны, какие-то навыки или что это продаётся. Подарочная коробка с корзиной. Как раз таки вещи, которые можно купить. Можно купить себе ездовую свинку. Можно купить себе какой-то титул модный. Какие-то ещё забавные вещи. И даже вот такие вот кибернетические крылья. Смотрятся, кстати, прикольно. Но стоит это 10 тысяч красных алмазов. Смотрите, крылья стоят 10 тысяч красных алмазов. Если мы посмотрим в донатный магазин, то 12 тысяч красных алмазов можно купить за 219 тысяч вон. 219 тысяч вон. Если перевести в рубли, то это 13 тысяч рублей. За 13 тысяч рублей нам предлагают купить крылья на персонажа. Причём сразу, без подготовки. Типа, на, бери, покупай. Либо купить ездовую свинку, либо ещё какие-то приблуды. В общем, да. Бабки эта игра будет сосать из вас полностью. Так, дальше. Всё меню у нас внизу. Начнём с иконки куртки. Вот наш персонаж. Отлично. Учитывая, что нет кастомизации, шапка даёт статы. И, скорее всего, либо покупается, либо выбивается за квесты, кто его знает. Дальше. Разные лица. Лица тоже дают статы. Окей. И одежда, само собой. Костюм горничный. Ну, кто из вас не захочет купить костюм горничный? Поэтому он тут по-любому есть. Есть и более откровенные костюмы. В общем, сделано всё, чтобы вы занесли свои кровные в эту игру. И есть внешки на оружие, конечно же. И смотрите, тут целых 12 вкладок випа. За каждую вкладку вы будете получать всё, за каждый уровень випа вы будете получать всё более крутые награды. Чертёнок, огненные лица и даже крылья белокрасные. Это игра для тех, кто любит выделяться за счёт своих бабок. Вы можете купить всё, быть топом, только платите. Да, это разные наборы брони нарисованы, они реально симпатичны. Тут они постарались. Наборов очень много на каждый левел, на каждый статус. Всё, не закончу. Вот 15 самый крутой. Ну и выглядит круто реально. Есть ещё какое-то Uber супер снаряжение, которое аж красное, аж всё светится и скрится. Которое мы тоже можем купить, заточить. Оно у нас самое крутое, 15 видимо, да? То есть вот супер легендарное снаряжение. Покупаешь его и ты, боженька, на этом сервере. Один посох даёт 400 тысяч в БС. Но давайте подводить итоги. Я уже понял, что это за жанр игр. Это как бы ММО-РПГ, но как бы не ММО. Вроде тут есть РПГ составляющие, но вроде они никакой смысловой нагрузки не несут. Суть игры в том, что вы будете постоянно проходить квесты, они будут бесконечны, и вам постоянно будут сыпать разные награды, которые будут усиливать ваш БМ. Вы будете вынуждены покупать вип-статусы, вынуждены покупать разные усиления для персонажа, чтобы не отстать от топов. Но, как видите, если придёт человек, который занесёт там 100, 200, 300, 500, там, миллион тысяч рублей, он вас обгонит, уделает на любой арене, в любом сражении. С точки зрения разработчиков, это идеальная игра, потому что здесь они могут воплощать все свои больные фантазии. Здесь и красиво нарисованные костюмы, и красиво нарисованные петы, и крылышки симпатичные, и графика приятная, и квестов моря, и активности моря. В общем, всё сделано, чтобы вас затянуть сюда надолго. С точки зрения пользователя, эта игра двоякая. С одной стороны, если человек никогда не играл в подобные игры, она его затянет надолго, потому что тут всё так интересно, всё анимировано, всё красиво, всё так быстро проходится, куча активностей, там потом наверняка PvP откроется. А с точки зрения бывалого задрота, это унылое скукотище. Здесь нет ничего, и вы, по сути, тут один, и всё это, весь этот соло-режим рано или поздно вам надоест. Да ещё и по донату, это, наверное, одна из самых донатных игр. Сомневаюсь, что она вообще когда-нибудь дойдёт до русского рынка или будет локализована на английском языке, потому что игр в таком жанре, в жанре, скажем так, тамагочи кликера, где надо постоянно донатить и усиливать персонажа, таких игр много. Раньше они были в браузерах, типа Demon Slayer и подобных. Потом они перешли на мобилки, они были с такой хреновой 2D графикой, потом графика стала слегка 3D, теперь это всё перешло в полное 3D. Их характерная черта это то, что все они выглядят примерно одинаково. То есть у них примерно у всех вот такая вот средненькая графика, которая должна пойти на всех устройствах. У них очень много активностей, очень много способов развития персонажа и очень много доната. Так что, если вы не любитель вот этого жанра, обходите его стороной. Как всегда, пишите в комментариях, что вы думаете о таком жанре игр, очень интересно почитать ваши комментарии. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и бахать в колокол. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok